Кран стоит 30 рублей и еще она привела его домой и еще кушать ему дает и все, и села вино пить с ним, а он выпил и уже так думает, ну все, баба есть, дам ему. Вот, она сидит с ним и все рассказывает ему, все-все-все, я разошелся, она говорит, знаешь, ты мягкий, безвольный, тобой управляет Адик, я тогда уже встал, говорю, какой я говорю, уходи, говорю, ты не нужна мне. И она собрала вещи, все, и телефон, все, давай, все, что я тебе купил, штаны, там, рубашку, давай мне. В общем, я отдал ей, знаешь, как безобразно себя вела, ужас. Вот это самое, Давид есть, Давид, он говорит ей, что ты говоришь, она все рассказывала ему, а он на твоей стороне, он говорит, Адик хороший. Я говорю, а чего ты, говорю, все время мне говоришь, Адик плохой, Адик плохой, и я стал относиться так к нему. Адик говорит, нет, Адик, говорю, хороший, и все. Она уже все поняла, что мастерскую не возьмет, я еще умирать не собираюсь, вот. Ну, понервничал я, здорово, здорово. Она, знаешь, что говорит, а, ты ходишь как, что это такое? Я говорю, ну, я же больной, вот. В общем, пошла, и, наверное, когда она на дачу ездила, она, вот. Так что, не знаю, вот ты едешь, разберемся, и будем строить по-новому, все по-новому. В общем, это все началось, когда ты сказал, что мастерская и картины Азику останутся, да? Она начала? Да. Естественно, она против. Сейчас она пишет, мне угрожает всем психушку меня упрятать там, еще куда-то. В подвал привезти ментов, как будто я тут живу, и мне негде жить, как будто у меня нет денег снять себе квартиру, да, вот, в Москве. Вот. В общем, она, кошмар, очень непорядочная человек, прямо она. Я написал пост в Фейсбуке, строил, Фейсбука пишет мне гадость о твоей имени. В общем, кошмар, пытается опозорить всех. В деревне опозорил уже, за ней там все мужики бегают. Я не знаю, короче, надо ее, я не знаю, что с ней делать, просто надо ее от себя подальше держать, и все. И, не знаю, общаться через письма, пускай пишешь письма, ладно, вот так вот. А? Общаться через письма, и то опасно, она в письмах тоже яд изливает там всякие. Да. В общем, надо... Мне говорят, прощай, вот, прости ее, прощай. Я говорю, сколько можно ее прощать? Я только ее прощу, она у меня снова растет, яд свыльет. Не, не надо прощать. Знаешь, что, ты берегись ее. Она очень хитрая. Она, знаешь, она дура, она хитрая, смотри, она мне ничего не сможет сделать, потому что, во-первых, у меня положение здесь, я законно нахожусь, и я не ворую, ничего не делаю, то, что она вот живет как-то непонятно, у женатого мужика живет бесплатно, как содержанка. Ее бесит, что я вот, она от зависти вот так, она прямо с ума сходит. И, знаешь, это люди, я вот писал пост в Фейсбуке, есть, вот если в мешок положить мясо, кусок, и собака почует, что там мясо в мешке, даже она его не видит. Это инстинкт уже тянется, да. Вот она тоже инстинктами чувствует, что легко сейчас можно поживиться. Вот, пожилой отец, брат такой, недотепа, да, можно у него тоже квартиру отнять, у отца это. Это как черные риэлторы. Есть вот такие черные риэлторы, всегда рядом со стариками немощными, с такими наивными там. Она думает, что я дурачок, сейчас быстренько меня в дурку упрячет, и мою квартиру возьмет. И даже, знаешь, я думаю, у нее может план такой быть. Она хочет меня сейчас вот провоцировать, чтобы я агрессию проявил, а потом скажешь, вот он псих, вот, он опасен, надо его закрыть. Или своего дружка настроить какого-то против, чтобы я с ним пошел драться, вот с Виталиком. Виталик, знаешь, что говорит? Пишет мне письма Айка такие. А правда, что тебя видели писающим, сущим на могилу, на кладбище, на могилу матери твоей? Типа я ходил, Виталик говорит, что он меня видел, снял на видео, это типа шинмонтажик все-таки. Знаешь, Виталик меня оскорбляет уже, да? Я ей сказал, давай телефон Виталика, я приеду с ним поговорю. То есть она меня может еще со своими дружками там сталкивать какими-то типами. Они меня ножиком пырнут, допустим, в живот, да? Все, я умру. И она станет наследницей моей квартиры, твоего богатства. А у нее, может, такая цельская, кто ее знает, что она там задумала? Вот, она же без принципов живет. Вот, я ей говорю, это же, смотри, я создал, сделал. Она, что это такое, а? Ну что, и что сделал? Я говорю, что ты? Я художник, понимаешь? Ты так не говори. Вот, она вдруг раскрылась, понимаешь? Да. Полностью. И сосед даже правду говорит, то есть она нехорошая, она плохо. Она говорит, хочет у меня купить мастерскую, и эту мастерскую, да, чтобы я подарил. А потом она все это продаст. Ну, конечно, она же, Азербайджан, что она писала про Азербайджан на странице своей, что они такие, всякие все. Я сомневаюсь, что она любит, она любит пожрать, поесть в Азербайджане. А сам Азербайджан, азербайджанцы плохие. Вот. Они бараны, как она говорит, там все там еще. Мы бараны. Я ей котлеты сделал. Я говорю, ты кушаешь котлеты? Она поела, ой, вкусно. А я говорю, я твои котлеты переделал. Переделал так, что только пожаришь, останется если. Оно уже сухое. А я сделал мягкое, она поела. Ну, что, я гранаты купил ей. Что я сделал? А она говорит, что ты говоришь? Мне ничего не делаешь. Она меня обвиняет, говорит, вот до тебя папа ко мне хорошо относился, мы общались, переписывались, а потом все, он изменил свои отношения. Я ей говорю, извини меня, папа это сам, у него свои мозги есть, он личность, он по-разному. Он не как это, что сказали, то и делал, как мальчик. Он взрослый человек, а ты к нему относишься, как к этому. Значит, ты так себя вела, что ты с папой не хочешь уже с тобой общаться, вот как-то почему-то. Изменил отношения. А во всем она меня венит, что вот я всемогущий такой, да, одно слово Азика, и папа все сразу идет, говорит, ты плохая. Это глупо. Она потом это сама поняла, когда вот она ушла, она говорит, да, ты был прав, это папа сам так ко мне относится. Ну, ее ненадолго хватило. Она потом опять стала меня обвинять, потому что ей выгодно. Вот я тебе рассказывал про собаку, которая мясо и запах чует. Инстинкт, он ей подсказывает, что выгоднее со мной враждовать, потому что так можно больше добиться, да. Если дружить, то можно, надо делиться там, по любви все там, да, как бы. Вот. А так надо брата в психушку, от него, у него отнять это, тоже мастерская все ей там, все остальное ей там, картины. И все, она в прибыли. Получайте, ей брат не нужен, ей нужно то, что у нас есть. Брата, отец не нужно, а есть наши материальные, что у нас есть, вот. Ужасно. А я думаю, что вот сестра у меня есть там, да. Я не думаю о том, чтобы ее убить, чтобы ее московскую квартиру получить. Мне такое в голову не приходит. Вот. Кошмар. Как там? Она еще здесь? А? Она? Она ушел. Она ушел? Ушел. Ну, спасибо вам, помог тебе там, газ. Поехали. Я газ наполнил. Газ. Повез, поехали. Только кончился, да, газ? Да. А? Только кончился, да, который мы набрали тогда. Что? То, что мы набрали, только кончился, газ, да, у вас? Кончился, да. Я очень хочу тебя видеть. Да, вот, я тоже. Я теперь вот каждые три месяца буду приезжать, и сейчас будем видеться. Каждый день можно звонить по скальпу. Вот. И все, ты не грусти. Все нормально. А с ней надо жестко разобраться, вот, потому что она себя ведет очень непорядочно, я считаю. Нет, я уже, знаешь, она позвонит, решила сделать. Все, я буду молчать. Уходи, я и сюда уходи. Не нужно она мне. Я понял, что дочь женщина. Знаешь, кто ее взял, кто на нее залез, вот это есть. Она сейчас армянина воспитывает. Да? Ну, какого... Она написала, говорит, я написала всем своим друзьям, всем. Ему написала, что со мной я вот такой, плохой. И, в общем, армяне, они радуются и поддерживают. Ну и что ж, пускай. Ну, баб, не грусти. Вот у тебя сейчас новая почта сделал, Анар? Я тебе написал письмо уже, ты можешь ответить мне на мое письмо, и так ты мой адрес переписка восстановится. Потом, смотри, я... Что еще? Я... У меня есть адрес Бориса Тенсора, я же ему писал со своей почтой. Я ему дам твою новую почту. Вот. Ну и кто? Ты у нас с Борисом переписывался, да, наверное? Я плохо слышу. Да? Я говорю, ты с Борисом переписывался, верно? Вот. Я тебе на новую почту написал письмо уже, ты ответь, и у тебя моя почта появится. А потом я напишу Борису, дам ему твою новую почту, и вы будете подписываться. И если она ему гадости написала, Борису, то ты ему сам ответишь, что это все неправда. Я напишу Борису на новую почту. Вот мою новую. Да, там напишешь. У тебя есть подписка. Потом я еще с одной переписываюсь там в Америке. Она живет. Вельсон? Елена Вельсон, кажется, какая-то. Это осталось уже в другой почте. Да, да. Это ты восстановишь, да? Нет, почту восстановить уже не получится. Все твои контакты, переписка, все лайки. Через суд можем потребовать восстановить. Вообще нет, знаешь, как не через суд. Есть более хорошая идея. В почте я восстановлю доступ к почте. Для этого я напишу администрации почтового сервиса, что ты владелец, и потребуется от тебя паспортные данные, все, и мы восстановим и отнимем у нее вот это все. Я думаю, да, надо восстановить, потому что ты же владелец, и она зачем так отдавать ей. И Facebook тоже, я думаю, можно будет вернуть. Так и сделаем. В общем, что нам остается делать? Остается крепиться и защищать себя. Она до тебя уже дозвониться не сможет, только как на городской она сможет звонить, потому что она не знает твой номер телефона, почту не знает, вот и все. Так что ты, можно сказать, сейчас защищен, я тоже ее сейчас заблокирую, вот, и все. Она мне еще пишет твои почты, там всякие угрозы, там какие-то, и портит настроение, конечно, но я вот отправил вот эту прокуратуру Азербайджану, все там, и они сейчас, не знаю, прочтут, но они что-то сделают, потому что это все как бы подсудное дело, такие вещи писать, мне кажется, как бы гражданка Азербайджана, ну не знаю, насколько у нас свобода слова, если мне кажется, у нас свобода слова, там, тем более пропаганда, вот эта вся, это не очень хорошая вещь. Я не хотел этого делать, но вот она меня вынудила, что поделаешь. Это просто тяжело мне тоже на душе, немножко. Ну, у меня уже на душе хорошо. Уже избавился все, ты свободен. избавился, конкретно решил, я увидел ее лицо, она здесь со мной дралась, телефон отнимала у меня, я говорю, отойди, она, нет, ты такое не делал мне, знаешь, это бессовестно, знаешь. Она мне прислала письма, где-то пишет, что дачу я тебе отдам, туда-сюда, и она говорит, что ты сам отдал ей дачу, типа она тебя не заставляла, вот. Ну как же, она говорит, она говорит, да, что я ее умолял, она на самом деле на меня давила, прессинг, что ты не можешь мне, хорошее сделать не можешь, да, я говорю, да ну пожалуйста, как я отдаю тебе, что ты хочешь. и в тот же день поехали к другому, на Матальюшу, и я оформил ее на нее. она что теперь хочет, что хочет она. Хочет еще больше. Она говорит, вот ты мне квартиру должен, ты мне деньги должен. Я говорю, какие деньги? Говорит, вот я на самолет купил билет, прилетел сюда. Я говорю, какое мое дело, что ты же...